В нашем сознании пророк Божий Иоанн встает как дерзостный служитель Божий. Который все свое служение посвятил служению Бога. И который очень горевал о том, что веры в Бога по существу не осталось. Хотя мы знаем, что Господь его утешал и говорил, что 7000 тех, которые не поклонились Ваалу, Иоанн. И еще в сознании некоторых пророк Божий Ильи и Илья в Санги встает как один из самых кровожатых из Ветхого Завета. Мы с вами помним, что после того, чтобы доказать истинность Бога, И для того, чтобы люди отвратились от идолов, он вызвал Ваалову жрецов на соревнованиях. Он предложил поставить два жертвенника, обложить санги дровами, возложить жертву. И вот чье приношение будет принято? Критерий один, чтобы на эту жертву сошел огонь и ее попали. Потому что именно жертва, она санги сожигалась. И тот будет прав. И мы помним, когда Вааловы жрецы во множестве, целый день вопили Ваалу, но ничего не произошло. А потом стал молиться пророк Божий Илья, причем предварительно просил, так, чтобы огромное количество воды было вылета на эту жертву. То есть и все дрова, они насквозь промокли. И тем не менее, не знай, что небесная огонь сошел на эту жертву и ее попали. А после этого пророк Божий Илья заколол всех Вааловы жрецов. Но здесь мы вспомним еще такой, что когда Великого ученица Екатерина была вызвана на диспут с языческими философами, и когда она их победила, то эти языческие философы, они уверовали во Христа. И они приняли таким образом сторону мнения святой Екатерины. И, кстати, за изповедом не в Христа, они все поплатились на ученическое семейство. Так же, как и сама Екатерина. А здесь жрецы Ваала, они никоим образом не хотели и не пытались, узнав правду, отвратиться от своих ложных богов. И именно по этому пророк Божий Илья и совершил такой акт. Кстати, напомним, что на подавляющее большинство окружающих это воздействие, это раскрытие правды Божьей не возымело воздействия. Потому что и царица, она после этого преследовала святого пророка за то, что он убил ее жрецов и как не мешал ей исполнять то, что она хотела. Дальше, как и многие. Вот это, дорогие, мы с вами должны были делать. И, конечно, мы помним, что цель жестоких законов Ветхого Совета, когда еврейскому народу было запрещено общаться и принимать в свою самую следу чужеземцев, чужие народы повелевалось истребить. Это было связано с этим. Для того, чтобы хоть в одном народе сомни сохранилось почитание единого Бога. Потому что только через это на землю есть лог выйти Сын Божий наш спаситель. Дорогие, сегодня празднуя память пророка Божия Ильи, мы должны у него просить, чтобы он чтобы по его молитвам Господь и нам дал такую же дерзновенную и крепкую веру. Храни вас всех, Господь. глядь, и у